Челябинцы спасают породистого кота. Животное могли выбросить после смерти хозяина. Черный британец несколько дней просидел в сумке, а затем таинственным образом появился в подъезде. Кто приютил подкидыша в репортаже Светланы Свечкаревой? Он ничего не ест и не пьет уже сутки, потому что, видимо, пребывает в состоянии шока до сих пор. Екатерина Ерохина показывает напуганного найденыша. Красивый черный британец забился в угол. Не ест, не пьет и не меняет положение уже сутки. Смотрит на приютившую девушку большими, не моргающими глазами. Екатерина обнаружила кота поздно вечером. Животное было зажато между трубой и стеной. Сам питомец вряд ли мог бы забраться в узкую щель. Скорее всего, кота в нее просунули. Он стоял на задних лапах, не двигался и с трудом дышал. Вот здесь находился кот. Он был прижат между трубой и стеной. Весь напуганный, дрожал. Неподалеку мы нашли миски с едой и водой. Как будто кто-то специально принес его в подъезд и оставил эти миски. Девушка решает показать напуганного кота ветеринару и выяснить, что с ним произошло. Британец, как только видит спортивную сумку, пытается сбежать. В подобной сумке кота принесли в подъезд, предполагает ветеринар Карен де Лакян. Судя по тому, как он сильно испуган, в переноске он мог просидеть не один день. Ветеринар осматривает животное. Судя по зубам, коту около семи лет. Уши кем-то заботливо вычищены. Шерсть мягкая и блестящая. Но животное в шоке. Так сильно кот может переживать гибель хозяина. Он очень упитан. То есть его любили, его кормили. Его выставили на улицу. Бывает, что продажа квартир или там умер хозяин. Родственники вот так поступают очень часто. Ветеринар ставит коту укол с успокоительным и отпускает домой. Теперь животному помогут только любовь и ласка. Вот такие объявления с просьбой откликнуться. Владельца кота Екатерина расклеила по всей тополиной аллее. Хозяин пока так и не нашелся. Зато уже 10 человек мечтают взять кота к себе домой. Если владелец так и не объявится, Екатерина отдаст кота новым хозяевам. Сама девушка держать животное дома не может. У нее уже есть кошка. Светлана Свечкарева, Евгений Чекалов, ОТВ.